Мы в прошлый раз наконец-то поняли, как устроены выражения new и delete в языке C++. Давайте вспомним. В общем, что происходит, когда мы пишем в программе, давайте, в общем случае, код наподобие такого. New. Ну, ответ, который бы нас устроил еще недели две назад, заключался в том, что, ну, операция new просто-напросто выделяет динамическую память, да, ну и создает нужный объект T. Вот. Сегодня же мы скажем более формально, и данное выражение new приводит к двум вещам. Первое. Действительно выделяется динамическая память, но динамическая память выделяется особенным образом. В частности, если в выражении new мы передаем какой-то список аргументов, а в выражении new можно передать какой-то список аргументов, вот, то память выделяется с помощью специальной функции, которая имеет следующую сигнатуру. Вот. То есть вызывается функция оператор new, которая возвращает указатель на void и принимает тот самый набор параметров, которые передали в выражении new. Вот. Собственно, вот это вот возвращаемое значение, оно как раз таки интерпретируется тем самым местом в памяти, по которому будет создан объект. Да. То есть операция new, точнее функция оператор new, выделяет память и возвращает указатель на выделенный блок памяти. Вот. Что дальше происходит с этим блоком памяти, на который указывает возвращенный указатель? Ну, дальше на втором этапе, вот по этому месту в памяти, появляется объект типа T, перед нами конструктор параметрами. Вот. То есть каждый раз, когда мы вызываем new, происходят две вещи. Первое, вызов какой-то версии функции оператор new, да, и по возвращенной памяти, которую, собственно, выделяет оператор, ну, или не выделяет, да, но самое главное, что оператор new возвращает нам указатель по какому-то месту памяти, в котором можем создать объект. И вот, собственно, в этом месте памяти мы создаем объект с нужными нам параметрами. Вот. Окей. Дальше, что происходит, когда мы вызываем delete от какого-то указателя PTR? Ну, снова происходят две вещи, да. Как и раньше, мы с вами говорили, что вызов выражения delete приводит к тому, что, ну, во-первых, вызывается деструктор для объекта, который лежит под этим указателем, ну, а во-вторых, память освобождается и возвращается обратно, ну, или там в пул памяти, либо в операционной системе, в общем, ну, зависит от того, как память была выделена. Ну, так или иначе, первым делом вызывается деструктор. Вот, всегда, если под указателем, ну, то есть почти всегда, да, под указателем лежит какой-то объект, вот если под указателем лежит какой-то объект, вот для этого объекта вызывается деструктор. Ну и второе. Происходит вызов функции operator delete от этого указателя. Эта функция operator delete просто-напросто освобождает память, ну в том смысле, что она просто-напросто возвращает ресурсы, которые были выделены ранее, операционной системе, ну или какому-то там пулу памяти, которую вы используете. Окей, да? Про что тут еще в этом контексте стоит поговорить? Значит, тут осталось поговорить еще про то, что, ну да, как я уже сказал, существует несколько разных, несколько различных форм. Функция operator new, да, ну самая частая, которую мы используем, это функция operator new, которая просто-напросто принимает, да, кстати, тут не совсем корректно, тут, вот. То есть функция operator new, она всегда принимает size t, ну то есть первым параметром она принимает количество байт, которое нужно выделить, а дальше все остальные аргументы она берет вот отсюда, вот из того, что мы ей передали в круглые скобки. Если мы ей в круглые скобки ничего не передаем, то, соответственно, операция new принимает просто size t. Вот. Соответственно, мы с вами сказали, что существует в языке C++ несколько стандартных функций operator new, которые могут быть использованы. Ну, например, первая самая стандартная функция operator new, это та функция, которая используется, когда мы выделяем память с помощью new без каких-либо параметров. Да, это, собственно, самая первая стандартная форма. А вторая форма вызывается в случае, если мы передаем в new параметр not throw. Вот. Эта форма new является так называемой необратающей формой, ну в том смысле, что обычный new, обычный new, если ему не хватает памяти для того, чтобы выделить там ваш объект, да, то есть ему, если ему не хватает памяти, то он просто, ну давайте так пока скажем, он завершает аварийную работу вашей программы. Вот. Ну, в ближайших лекциях мы подробнее поговорим про схему с тем, что на самом деле происходит. Вот. А вот эта форма new в случае, если что-то пошло не так, то есть в случае, если память была выделена некорректно, то вот эта форма new, она просто-напросто вернет нулевой указатель. Вот. То есть программа аварийной не завершится, просто-напросто вернется нулевой указатель, и вы сможете проверить, верно ли же там указатель нулевой, не нулевой, верно ли же, что память выделилась корректно. Ну и последняя форма, так называемая размещающая форма, имеет следующий вид. new, ptr и дальше t с какими-то аргументами. Значит, ключевая особенность этой формы заключается в том, что вот в этой форме, вот эта самая функция оператора new, которая вторым параметром принимает указатель, она не выделяет память. Она предполагает, что тот указатель, который вы в нее передали, и есть тот самый указатель на уже заранее выделенную память. Поэтому можно считать, что вот эта форма, все, что она делает, так это пункт 2, то есть просто-напросто вызывает конструктор t. То есть если у вас есть уже какая-то выделенная память, сырая, в которой нет никакого объекта, то вы с помощью такого синтакса можете просто-напросто вызвать конструктор и создать объект сразу же в нужном месте памяти. Про что мы с вами еще в этом контексте не поговорили. Мы с вами не поговорили про то, что на самом деле вот тем предыдущим набором стандартных функций оператора new дело не ограничивается. На самом деле вы можете вводить в язык свои собственные версии операции new. То есть вы можете самостоятельно перегружать операции new, то есть вводить новые функции и таким образом использовать свои собственные версии выражения new. Более того, вы можете даже переопределять стандартные формы операции new. Давайте посмотрим на примеры. Первый пример показывает, как можно, например, перегрузить стандартную операцию new. Как это происходит? Ну, смотрите, мы знаем, что стандартная операция new, точнее стандартная функция оператор new, она принимает количество байт, которое нужно выделить. Собственно, давайте переопределим функцию оператор new, которая также называется, которая возвращает вводится звездой и тоже принимает количество байт, которое нужно выделить. Ну и, собственно, отличие нашей функции операции оператор new будет заключаться в том, что она, во-первых, будет сообщать нам о том, сколько памяти она выделила. Это во-первых. А во-вторых, мы будем выделять память с помощью malloc, а не с помощью стандартной функции new. Значит, тут мы выделили память с помощью new, проверили, что malloc вернул нам не нулевой указатель. Если он вернул не нулевой указатель, то возвращаем ответ. Если malloc вернул нам нулевой указатель, то мы сообщаем об ошибке. Вот. Ну и дальше переопределяем стандартную версию операции new с квадратными скобками, которая будет вызывать глобальную версию операции new, то есть вот эту вот нашу операцию new. Ну и перегружаем операцию, операцию, функцию оператор delete. Вот. Оператор delete принимает указатель, вводится звездой, ничего не возвращает. Ну и точно так же действует операция delete с квадратными скобками. Ну и операция delete с квадратными скобками просто-напросто вызывает обычную операцию delete. Вот. Так. Ну давайте посмотрим, к чему это приведет. Значит, тут у меня есть пример, в котором функция main выделяет память для одного объекта типа A и выделяет память для массива объектов A из пяти элементов. Так, давайте посмотрим, к чему это приведет. Вот. Ну, соответственно, когда я выделял память для объекта типа A, у меня выделилось 4 байта. Ну, собственно, вот мне сама функция оператора new, которую я перегрузил, написала мне о том, что она попыталась выделить 4 байта. Ну и так как программа не упала, видимо, все прошло успешно. Вот. И когда я выделял память для пяти элементов типа A, у меня выделилось 28 байт. Вопрос. Почему, когда я выделял память для пяти элементов типа A, у меня выделилось 28 байт. Хотя структура A занимает в памяти 4 байта. Ну, смотрите, у меня структура A хранит себе просто int. Int на моей системе занимает 4 байта. Я выделяю пять элементов типа A, и кажется, что пять элементов типа A должны помещаться в 20 байт. При этом моя версия операции new выделила 28 байт. Давайте на нее посмотрим. То есть тут вроде как никаких приколов нет. То есть вот сколько памяти нужно, столько она выделяет. Смотрите, мы с вами говорили о том, что на самом деле, когда... В чем отличие формы new от формы new с квадратными скобками? В форме new с квадратными скобками, то есть смотрите, обычному new достаточно... То есть обычно new и обычно delete всегда понимают, что он работает только с одним объектом. Да, если обычно new и обычно delete работает ровно с одним объектом, то ему всегда понятно, что ему нужно вызвать ровно один конструктор и ровно один деструктор. В чем проблема с new квадратными скобками? New квадратными скобками проблема в следующем, что когда вы вызываете delete, delete каким-то образом нужно узнать, а сколько элементов под этим самым указателем лежит. Ему нужно понять, сколько элементов ему нужно удалять. Вопрос, как это сделать? Ну и происходит это следующим образом. Мы с вами говорим, что если нужно выделить память для пяти элементов типа A, тут лежит A, тут лежит A, тут лежит A, то чтобы delete в будущем смог узнать, сколько элементов нужно будет удалить, для каких элементов нужно будет вызвать деструктор, выражение new квадратными скобками фиктивно выделяет дополнительные 8 байт, в котором хранится количество элементов, которое выделено. Но при этом new возвращает непосредственный указатель на начало самого массива. Поэтому вот эти лишние 8 байт как раз взялись из-за того, что new заранее выделил еще дополнительные 8 байт, чтобы тут сохранить информацию о том, сколько элементов было выделено. Окей? Об этом думать не нужно, это деталь реализации, с которой компилятор разберется самостоятельно. Вот. Окей. Ну и когда я вызывал delete, когда я вызываю delete для object, у меня вызвалась версия операции delete. Ну, смотрите. А, да, тут еще такой прикол, что я написал две версии операции delete, значит, когда вы реализуете свои собственные версии операции new и операции delete, вы можете поступить двумя путями. То есть при реализации delete. Вы можете реализовать обычный delete, обычный delete, который принимает просто-напросто обычный указатель. Либо вы можете перегрузить операцию delete, которая принимает еще дополнительный размер выделенной памяти. Ну, для чего это может быть нужно? Ну, это может быть нужно, например, если вы пишете свой собственный менеджер памяти. Да? Когда мы работаем с памятью, которую выделяет операционная система, вообще говоря, операционная система, она сама знает, да, сколько памяти она выделила. То есть вот по данному месту памяти сколько элементов там было отправлено там в вашу программу. И поэтому операционная система сама как бы разбирается, сколько памяти ей нужно забрать, сколько памяти ей нужно отдать. Вот. Если вы пишете свой собственный менеджер памяти, то вообще, говорят, зачастую вам, ну, просто-напросто информации о том, куда указывает указатель, недостаточно. Да? То есть вам еще дополнительно нужно знать, а сколько элементов, вот, собственно, было выделено вот для... а сколько элементов было выделено. Вот. Поэтому существует дополнительная версия оператора delete, которую вы можете там по желанию перегрузить, которые дополнительно еще принимают размер выделенной памяти. Вот. Ну и, соответственно, как каким-то образом использовать эту информацию там для... для распределения ваших ресурсов. Окей? Вот. Соответственно, тут компилятор нашел версию операции delete, которая принимает дополнительно еще и количество выделенной памяти, и поэтому у меня получилось напечатать еще и количество памяти, которое было освобождено. Вот. Если этих операций не будет, то, соответственно, будет вызываться только первая версия. Вот. Окей? Да. Вот. Получается, что используются new и delete, они всегда развивают с темными. Вот. Вот. Как раз таки не всегда. Смотрите, вот тут я написал операцию new, которая перекрывается с существующей версией операции new, со стандартной. Вот. Если вы написали свою версию операции new, то она действительно будет перекрывать уже существующую. То есть вот в данной программе вообще нет никакой возможности обратиться к уже существующей версии операции new. Если вы перегрузили операцию new, точнее, если вы перегрузили функцию оператора new, которая уже существует, которая уже существует в C++, то существующая версия просто-напросто удаляется и используется только ваша. И вот в этом заключается проблема. На самом деле, на самом деле, перегружать глобальную версию операции new крайне не рекомендуется. Почему? Потому что если вы перегрузили глобальную версию операции new, то эта глобальная версия операции new, она будет перегружена во всей программе. И если кто-то, разработчик, который работает вместе с вами, полагается на стандартное поведение операции new, то, собственно, его будет ждать приятный сюрприз в виде того, что будет вызываться не стандартная версия операции new, а будет вызываться та версия new, которая написана у вас. Более того, мы с вами знаем, что операции new, например, вызывают всякие контейнеры, типа вектора, дека и так далее. И все эти контейнеры тоже будут использовать вашу собственную версию операции new. Поэтому, если вы этого не хотите, то крайне не рекомендуется перегружать глобальные версии операции new. Точнее, крайне не рекомендуется переписывать старые версии операции new. Окей? При этом такая возможность есть. Вот. Окей. Хорошо. Допустим, мы договорились о том, что стандартные версии операции new мы не перегружаем. То есть, если есть стандартная версия операции new, которая принимает только количество байт, то пусть она существует сама по себе. Вот. Значит, какие есть еще варианты? Значит, на самом деле есть еще вариант написать свою собственную версию операции new. То есть, такую версию операции new, которой в программе пока нет. Ну, смотрите, вот на одном из слайдов, ну, давайте покажем. Вот на этом слайде, да, я показал несколько стандартных форм операции new, которые уже в языке C++ существуют. Ну, в частности, это обычная версия, которая принимает только размер, это версия, которая принимает дополнительный параметр not throw, и это версия, которая принимает дополнительный указатель. То есть, вместо того, чтобы выделять память, да, эта версия операции new просто-напросто вернет тот указатель, который вы передали. Что, если я хочу написать свою собственную версию операции new, которая тоже ведет себя каким-то особенным образом? Хорошая ночь заключается в том, что это сделать возможно. И вот как. Допустим, я хочу написать свою версию операции new, которая дополнительным параметром принимает bool. Что она может делать? Она может либо печатать информацию на экран, или нет. Давайте напишем, что если параметр verbose. Если verbose, то давайте печатать сообщение на экран. Ну и тут то же самое. Delete. Давайте пока delete оставим. Про delete чуть позже поговорим. Хочу собственную версию операции new, в которую я дополнительно могу передать, допустим, bool, который мне просто-напросто скажет, нужно ли печатать на экран сообщение, или не нужно спечатать на экран сообщение. Соответственно, у меня есть операция new, которая дополнительно может принимать bool. Раньше такой версии в языке C++ не существовало, теперь она будет существовать, то есть теперь я могу ее спокойно вызывать. У меня есть структура A, и я что тут делаю? Тут выделяю просто-напросто память для одного элемента A. При этом заметьте, что так как у меня в языке C++ появилась дополнительная версия операции new, которая принимает bool, я могу в нее передать значение bool, либо true, либо false, и в зависимости от этого у меня операция new будет вести себя будет вести себя тем или иным способом. Ну, давайте посмотрим, а, ну, собственно, давайте еще посмотрим на эту реализацию, что тут происходит. Тут я использую параметр verbose, да, либо там печатаю, либо не печатаю сообщение на экран, вот, ну и дальше возвращаю выход из стандартной версии операции new. Ну, вот это двойное двоеточие означает, что я хочу использовать глобальную, ну, глобальную функцию operator new, да, и глобальная версия операции new просто-напросто принимает количество выделенных byte count, да, то есть вот эта операция new ведет себя так же, как и обычная операция new, просто-напросто дополнительно печатает сообщение на экран. Ну, давайте посмотрим, как она сработает. Так, custom new, а, out. И, соответственно, я вижу, что действительно я вызвал new с параметром true, и на экране появилось сообщение оператора new bool. Если я вызову с параметром false, то никакого сообщения на экране видно не будет. Да. А зачем нам указать? Ну, смотрите, у меня, ну, new уже сам понимает, сколько памяти им нужно выделить. То есть я тут говорю new, то есть мне нужно выделить память для хранения элемента типа A. Сколько байт памяти занимает элемент типа A? Еще раз, вот тут зачем мы передаем? Ну, потому что, ну, смотрите, мы перегружаем функцию операции new, и функция операции new, она, ну, сама по себе, она же должна знать, сколько байт ей нужно выделить памяти. Вот. Ну, смотрите, вот тут, давайте, я тут, может быть, не так прописал. В общем, смотрите, когда я вызываю, вот, когда я вызываю какую-то произвольную версию операции new, в аргумент new передаются следующие параметры. В new передается size of t и args. Вот. То есть вот этот параметр count содержит size of выделяемого элемента. Понятно? Ну, так как я операцию new могу применять там к типу t, к типу a, к типу b и так далее, то первый аргумент является параметром, он не является константой. Да? То есть я могу выделять элемент размером 8 байт, могу выделять элемент там размер 16 байт и так далее. И вот этот вот count как раз таки хранит информацию о том, сколько байт нужно выделить для данного объекта. Нет. А какое значение по умолчанию должно быть? Вот я вам говорю, нужно выделить память для объекта. Какое значение по умолчанию должно быть? Стоит из-за чего? А какого объекта? Я же не знаю, какой объект я буду выделять. Я могу выделить память для объекта размера 16 байт, могу выделить память для объекта 28 байт и так далее. То есть еще раз, да, когда компилятор видит вот эту строчку, он вместо этой строчки подставляет вот эти вот две строчки. Первая строчка — это вызов функции оператора new с первым параметром size of t, вторым параметром args. И, наконец, вызов конструктора. Вот этот вот size of t, он зависит от конкретного типа t. То есть это не константа. То есть в зависимости от того, для какого типа я выделяю память, там будет либо одно, либо второе, либо третье значение. Поэтому это параметр функции. Окей? Вот. Значит, ключевой вопрос, который меня тут интересует, состоит в следующем. Ну, смотрите, я написал версию операции new, которая принимает bool. Ну, прекрасно, могу с ней играться, там могу передавать true, могу передавать false и так далее. Все замечательно. Вопрос, зачем я написал функцию оператор delete, и вопрос, каким образом в операцию delete я могу передать аргумент. Кажется, что таким образом... Кстати, сейчас что-то засомневался, но кажется, таким образом я передавать ничего не могу. Да, смотрите, операция, точнее выражение delete не может принимать никаких аргументов. То есть в delete я не могу передавать никаких параметров. Но при этом возможность создавать свои собственные версии оператора delete существует. Вопрос, зачем? И ответ заключается в следующем. Твои версии операции delete нужны для того, чтобы решать довольно специфические проблемы. Давайте я исправлю этот код и напишу тут что-то наподобие такого. Ну, подробно про оператора throw мы с вами не говорили, но так или иначе вы его встречали в заданиях. Да, оператор throw просто нам заговорит о том, что в данном месте нужно вызвать ошибку. Да? Короче, в чем пример? Пример состоит в том, что если у меня в процессе вызова конструктора произошла какая-то ошибка. Давайте посмотрим, что произойдет. Значит, я вызываю new. Вызываю new для элемента a. Вот, вызываю new для элемента a. Вызывается функция оператор new, которая просто-напросто выделяет память. На этом этапе ничего плохого пока не происходит. Ну, если у нас памяти достаточно, то на этом этапе ничего плохого не происходит. Согласны? Окей. Теперь, значит, функция оператор new выделила память. Вот она. И дальше вот по этому месту памяти компилятор пытается создать объект. Создать объект, естественно, с помощью вот того самого конструктора. Но в процессе создания объекта возникла проблема. Что это означает? Это означает, что вызов поражения new совершился неуспешно. Вот. И какая проблема у нас возникла? Да, утечка памяти. Смотрите, у меня объект не создался. Ну, хорошо, возникла какая-то ошибка, и, допустим, эту ошибку я как-то смог погасить, я как-то смог ее обработать. Вот. Но вопрос в том, но вопрос заключается в следующем. Смотрите, выражение new завершилось неуспешно. Если выражение new завершилось неуспешно, то значит, оно не вернуло никакого значения. А если оно не вернуло никакого значения, то я не смог получить указатель вот для этой функции. Согласны? Точнее, который получен из этой функции. То есть, функция оператор new отработала корректно. Вот, выделилась память. На нее есть какой-то указатель. Я попытался создать элемент t тут, но все прошло неуспешно. Раз все прошло неуспешно, то выражение new прошло неуспешно. Значит, выражение new ничего не вернуло. Но раз выражение new ничего не вернуло, то я не смогу освободить вот эту самую память. Понятно? И вот тут, в общем, возникает следующий момент. Тут возникает единственное место в C++, когда C++ сам самостоятельно вызывает операцию delete. Правило такое. Если вызов конструктора завершился неуспешно, то память, выделенная на первом шаге, освобождается автоматически. Автоматически. Вот. То есть вызвалась функция операции new. И если на втором шаге возникла проблема, то компилятор, естественно, понимает, что если на втором шаге возникла проблема, то у нас самостоятельно не будет никакой возможности получить этот указатель и освободить эту память. И поэтому вот тут, и вот только тут, компилятор самостоятельно вызовет функцию оператор delete. То есть он вызовет функцию оператор delete. Вопрос, какую функцию оператор delete вызовет компилятор. И ответ заключается в следующем. Смотрите. Давайте еще раз я скомпилирую программу. Так, только... Так, ладно, спойлер. Прошу прощения. Вот, смотрите. Когда у меня все проходит отлично, когда у меня все проходит хорошо, без каких-либо ошибок, у меня тут компилятор вызывает функцию оператора news, который принимает bool, тут компилятор вызывает функцию оператора delete, который не принимает bool. То есть тут он вызывает стандартную функцию оператора delete. Вот. Но, если второй шаг пошел не по плану, то компилятор вызовет оператор delete, который принимает ptr, и исходный набор аргументов, которые вы передавали в view. Окей? Вот. То есть компилятор будет пытаться искать функцию оператор delete, который принимает ровно такой же набор параметров, то исходный new. Вот. Ну, для чего это нужно? Ну, смотрите, если вы написали какую-то нестандартную версию операции new, то, скорее всего, она каким-то нестандартным образом выделяет память. Вот. А раз она каким-то нестандартным образом выделяет память, то, соответственно, при очищении памяти, ну, компилятор думает, что ее тоже нужно ощущать нестандартным образом. Вот. Поэтому он будет искать именно вот эту версию функции операторов delete. Ну, давайте посмотрим. Вот если у меня конструктор завершился неуспешно, throw 1, вот, то что произошло? Я бы пытался выделить память с помощью new. Действительно, отработал оператор new, который работает с bool. Дальше при создании объекта A у меня возникла ошибка. Вот. Компилятор понял, что на втором этапе возникла ошибка, и ему нужно каким-то образом отрабатывать память, которая ранее была выделена под этот объект. Вот. И тут, именно в этот момент, он вызвал функцию оператора delete, которая принимает bool. Причем функцию, которая принимает true. Потому что в исходный new я передавал true. Понятно? Если в исходный new я буду передавать false, то и в исходный delete тоже будет передаваться false. То есть все пусто. Окей? Поэтому правило. Если вы реализовали свою собственную версию операции new со своим собственным набором параметров, то вы обязаны реализовать свою собственную версию операции delete с тем же набором параметров. Окей? Почему? Потому что если вдруг при вызове вашей версии операции new кто-то в конструкторе пойдет не так, то компилятор просто не сможет очистить эту самую память, которая была выделена ранее. Понятно? Окей. Да. Это для каскадных операций, потому что если мы выделяем объект, кто-то начинает давать какое-то первое поле по новому конструктору, и получается, что-то... Да-да-да. Если вообще в принципе что-то тут пошло не так, то есть если второй этап завершился неуспешно, то все откатывается назад, то есть мы пытаемся очистить выделенную память, и весь new считается, что он завершился неуспешно. То есть он ничего не выделял, ничего не создавал. То есть даже если получается один new был другой new, и потом третий new... Да-да-да. Да-да. Самое главное, что вот если во втором шаге пошло что-то не так, неважно, в самом конструкторе, или функции, которые вызывал конструктор, или функции, которые вызывал конструктор, которые вызывал там функцию и так далее, Это все равно считается ошибкой, что ошибка произошла здесь Вот, да Так, ну, я подозреваю, что просто-напросто ничего не должно скомпилироваться Нет, компилируется Ну, скорее всего, просто-напросто не вызовется, короче, не вызовется delete И все Короче, если компилятор не найдет соответствующую версию операции delete, он просто-напросто его не вызовет Вот, да Если вы задаете объект на стеке, что произойдет при вызове исключения в конструкторе? Про это поговорим Вот мы буквально через несколько минут перейдем к исключениям Про это поговорим Так, есть ли еще вопросы? Да Нет, он size of t принимает всегда То есть, нет, он всегда принимает size of t То есть, new всегда принимает как минимум один аргумент И это размер самого элемента Ну, то есть, нет, этот размер вы можете проигнорировать То есть, вы можете написать size of t Вот, и как бы никак не используете этот параметр Вот, но size of t он всегда принимает Ровно как и оператор delete всегда принимает указатель Первым аргументом В смысле, вот так? Сейчас Если вот это убрать? Да Нет, он просто скажет, что такой версии оператор delete существует не может Вот Оператор delete всегда принимается st в качестве первого параметра Окей Ну и последний способ Смотрите, вот в первом примере я показал, что можно перегрузить глобальную версию операции new Вот, но сказал, что этого делать не стоит Потому что если вы перегрузите глобальную версию операции new То она изменится во всей программе И скорее всего это приведет к нежелательным эффектам Ну, в общем, в той программе, которую я демонстрировал Которая просто печатает сообщение на экран Скорее всего вы при работе с вектором будете видеть кучу сообщений По типу того, что вектор выделил память Там вектор очистил память, вектор выделил память И так далее, и так далее Вот Значит Первый способ, поэтому первый способ глобально не подходит Вот Второй способ, это написать свою версию операции new И вызвать его тогда, когда вам нужно какое-то особенное поведение для функции операции new Вот И, наконец, третий способ, как можно перегрузить операцию new Это перегрузить операцию new для конкретного типа Вот То есть представьте себе, что у вас есть собственный класс И вы хотите, чтобы объекты этого класса Ну, то есть когда я выделяю память по мощению для объектов этого класса Я хочу, чтобы они выделялись каким-то особенным образом То есть, ну, не знаю Я хочу, например, сохранять информацию в каком-то журнале В каком-то логере о том, что были созданы эти элементы Вот Ну, не знаю Либо я хочу, чтобы память для этих объектов выделялась каким-то особенным образом Например, хочу, чтобы для этих элементов выделялось чуть больше памяти, чем нужно Вот Ну, либо просто-напросто хочу запретить создавать данные объекты в динамической памяти Вот как это можно сделать. Смотрите, чтобы перегрузить операцию new для конкретного типа, я должен в соответствующей структуре или классе написать статический метод operator new, ну или operator delete, в зависимости от того, что вы хотите перегрузить. В данной структуре A я написал статический метод operator new, который принимает size T, ну, возвращает войска с звездой, ну, и соответствующий оператор new с квадратными скобками. Вот. И написал равно delete. Ну, на самом деле я мог написать произвольную реализацию, и тут я привожу пример, как запретить выделять динамическую память для своего собственного класса. Вот. Я, собственно, реализовал операции new и операции delete, операции new, просто операцию new и операцию new с квадратными скобками, но определил их как удаленные. К чему это приведет? Это приведет к тому, что компилятор попытается, ну, компилятор, во-первых, увидит, что для моего собственного класса A перегружена своя версия операции new, он попытается ее вызвать, но когда он будет ее пытаться вызывать, он увидит, что эта версия функции удаленная, И поэтому он скажет, что такую версию функции просто нам вызывать нельзя Думаю, пример более-менее понятен Я пытаюсь компилировать эту программу, и программа не компилируется Почему? Потому что я запретил выделять объекты типа А в динамической памяти Можно привести другой пример Показать, что если по-нормальному их реализовать, то все сработает Давайте, account И тут, ну что скажем Давайте просто-напросто тоже выведем информацию о том, что Что класс А выделил Account памяти Вот Ну и в качестве выделителя памяти воспользуемся глобальной версией оператора new Да, кстати, да, оператор new, все правильно Вот Что? Где? А, ну да, спасибо Ну и то же самое сделаем для А, ну хотя тут можно просто-напросто сделать Return Можно сделать так Return a То есть тут я сказал, что нужно использовать глобальную версию операции new В операции new в квадратном скобке я сказал, что Ну, воспользуйся к этой операции new, которая определена внутри структуры A Ну и соответственно, вот, для объекта типа A был выделен 1 байт памяти И для объекта типа A был выделен 10 байт памяти Вот Кстати, вопрос, ну тут, может быть, вопрос А почему тут, то есть когда я вызывал new с квадратными скобками Да, почему тут компилятор не стал добавлять лишние 8 байт Ну, ответ на самом деле заключается в том, что лишние 8 байт компилятор добавляет только для классов и структур, у которых нетривиальный конструктор Ну, нетривиальный конструктор, это конструктор, который, ну, что-то делает Вот Так как у меня тут обычная структура У нее там, в общем, ничего в конструкторе, ничего в деструкторе нетривиального делать не нужно Вот, поэтому new с квадратным скобками не сохраняет эту информацию, просто, напросто, очищает память Вот Да Еще раз А, ну вот, если вы хотите запретить создавать ваши объекты в динамической памяти Вот Ну, например, вы хотите, ну, во-первых, вы можете хотеть просто-напросто гарантировать, что объекты создаются каким-то особенным образом Да, ну, например, вы хотите, допустим, да, вы хотите написать какой-нибудь особенный синглтон, который должен обязательно храниться на стеке Или который должен обязательно храниться в глобальной области, и вы хотите, в принципе, не дать никакой возможности создавать элементы в динамической памяти Ну, почему это может быть нужно? Ну, просто-напросто, как вы можете написать, просто как защиту от дурака, да То есть, как бы, объект можно создать, там, на стеке в глобальной области, там, и в динамической памяти Вот, но при этом вы хотите явно подчеркнуть, что в динамической памяти этот объект создавать, ну, просто-напросто, не стоит Потому что, ну, просто-напросто, потому что этот объект, допустим, обладает высоким требованиям по эффективности А обращаться к динамической памяти в этом случае будет довольно-таки долго Вот, поэтому вы можете просто, ну, просто явно в коде прописать, что вот имеет смысл создавать только на стеке Вот, например, таким образом. Да. Нет, смотрите, вот тут мы сохраняли размер, вот тут мы сохраняли размер только для того, чтобы только для того, чтобы Delete понял, сколько деструкторов ему нужно вызвать. При этом, естественно, информация о количестве выделенных байт, она ему доступна. Вот. Ну, это мы показывали вот в той версии. Сейчас, может, прокрутим. В одной из версий функции я показывал, что операция Delete может принимать дополнительный параметр Count, и вот в этот параметр Count будет передаваться количество байт, которое было до этого выделено. Но так как тут ничего, кроме того, чтобы просто-напросто очищать память, не нужно делать, поэтому эта информация просто-напросто не сохраняется. Так, есть ли еще вопросы? Да. Ну, тривиальный конструктор, ну, смотрите, вообще говоря, если вы написали что-то типа... то компилятор вполне себе может определить этот деструктор как тривиальный. Вот. Нетривиальным деструктором считается деструктор, который имеет какое-то тело, пусть даже пустое. Вот если у конструктора, если у деструктора есть тело, ну, есть тело, даже пустое, то деструктор перестает считаться тривиальным. Вот. То есть тривиальным деструктор может объявить только компилятор. Вот. То есть либо так, либо если вы совсем не написали деструктор. Вот. Ну и то, если деструктор, если дефолтный деструктор действительно ничего не делает. Вот. Есть один пункт, про который хотелось бы поговорить, причем достаточно давно. Вот. Давайте поговорим сейчас. Значит, поговорим про некоторые странности-оптимизации, которые делает компилятор. Вот. Давайте посмотрим на следующий код. Значит, код очень простой. Значит, есть структура A, которая просто-напросто логирует информацию о том, что она делает. То есть если вызывается дефолтный конструктор, она печатает дефолт конструктор. Если вызывается конструктор копирования, она говорит конструктор копирования. Если вызывается перемещающий присваивание, то говорит перемещающий присваивание. И так далее. Вот. Давайте посмотрим на то, как выглядит main. Что тут происходит? Ну, тут, в общем, код разделен на несколько блоков, значит, в первом блоке у меня происходит следующее, ну, вроде как должно происходить, да, вызывается дефолтный конструктор, потом вызывается копирующий конструктор, ну, a, b равно a, тут создается копия, вот, и когда я пишу a равно b, тоже там вызывается копирующие присваивания, значит, смотрим, что происходит на экране, действительно, все так и происходит, ну, ничего интересного пока Дальше, смотрим на первый блок, в нем вызывается дефолтный конструктор, в нем вызывается конструктор перемещения, в нем вызывается перемещающие присваивания, вот, тоже все отлично, никаких приколов нет Теперь идем в пункт номер 2, и вот тут начинаются некоторые странности, смотрите, что происходит в 53-й строчке Вот, вообще говоря, вообще говоря, если действовать строго по букве закона c++, то тут должно происходить следующее Значит, сначала, ну, сначала, ну, то есть тут создается объект типа a, вот, но при этом перед этим сначала справа создается временный объект a с помощью дефолтного конструктора, согласны? То есть справа создается объект с помощью дефолтного конструктора, то есть вызывается дефолтный конструктор, вот, затем создается объект a, и так как объект a видит, что справа от знака равно стоит временный объект, то этот временный объект перемещается в создаваемый объект A. То есть в этой строчке должен вызываться дефолтный конструктор плюс конструктор перемещения. Согласны? Окей. Что должно происходить в 54-й строчке? Ну, в 54-й строчке примерно то же самое с точностью того, что конструктор заменяется на вызов операции присваивания. Окей? Давайте посмотрим, что на самом деле происходит. Ну, а на самом деле мы видим, что вызывается всего лишь два, точнее, вызывается два дефолтных конструктора и всего лишь одно перемещающее присваивание. То есть куда-то делается перемещающий конструктор. То есть в этой программе всего лишь был один раз создан дефолтный объект, точнее, был создан дефолтный объект вот тут, был создан дефолтный объект тут, и затем было перемещение. Окей. Давайте пойдем дальше. Посмотрим на группу номер 3. Значит, тут у меня что есть? То есть тут у меня есть функция f, которая просто-напросто возвращает объект типа a. Вот. Функция f возвращает объект типа a, ну, создает его в return выражении, точнее, в return операторе, и его возвращает. Вот. Что-то происходит. Я пишу a равно f. То есть я создаю a с помощью результата вызова функции f. Ну, что тут должно происходить? Вот. Тут, скорее всего, должно происходить следующее. Функция f создает временный объект, и дальше этот временный объект должен переместиться в объект типа a. Согласны? Причем как в первой, так и во второй строчке. При этом, если мы посмотрим на выход с примера номер 3, то мы увидим, что на самом деле вызывается только в первой строчке, точнее, в строчке номер 59, вызывается только один дефолтный конструктор, при этом никакого перемещения не происходит. Тоже какая-то странность. То есть куда-то делась дополнительная операция, которую мы вроде как ожидали. Вот. Значит, в строчке номер 4 странности еще больше. Давайте посмотрим на определение функции g. Как устроена функция g? Функция g устроена следующим образом. Она внутри себя создает объект типа a, и потом возвращает его наружу. Как выглядит внешний код? Внешний код выглядит так. Я вызываю функцию g, и результат вызова функции g сохраняю переменную a. Что тут должно происходить? Ну, смотрите, сначала вызывается функция g. Когда вызывается функция g, внутри нее создается объект a с помощью дефолтного конструктора. Согласны? Вот, функция g. Согласны? Вызывается функция g, создается a с помощью дефолтного конструктора. Что происходит дальше? Дальше этот объект возвращается наружу. Раз этот объект возвращается наружу, ну и при этом этот объект больше никому не будет нужен, то этот объект возвращается наружу с помощью перемещения. Вот. То есть из функции g объект должен был переместиться сюда с помощью перемещения. А дальше вот этот вот временный объект, который образовался здесь, должен затем снова переместиться в объект типа a. Разумно? Окей, смотрим, что на самом деле происходит А на самом деле произошло следующее На самом деле, так, не тот пример, вот На самом деле тут снова всего лишь был вызван только один дефолтный конструктор Вот, то есть при создании объекта типа А был вызван всего лишь один дефолтный конструктор Но погодите, кажется, что тут должно было быть как минимум три конструктора Да, почему? Потому что, смотрите, функция G создает элемент Вот этот вызов функции G создает элемент Ну, говорите, вот внутри функции G создается элемент То есть элемент должен был создаться здесь, элемент должен был создаться здесь И элемент должен был создаться здесь, либо с помощью копирования, либо с помощью перемещения Но при этом я вижу, что в примере номер 4 было вызвано всего лишь два дефолтных конструктора Вопрос, как так? Куда деваются вот эти самые дополнительные перемещения, куда деваются дополнительные копирования? И вот тут ответом на вопрос служит словосочетание copy-ellision Что такое copy-ellision? Смотрите, copy-ellision это особая оптимизация компилятора, которая позволяет в некоторых ситуациях избежать лишних копирований или перемещений В каких случаях может применяться copy-ellision? Ну, смотрите Вот когда я написал вот так Еще раз повторю, что с точки зрения буквы закона C++ тут должно происходить следующее Сначала создается временный объект А потом этот временный объект должен использоваться в качестве аргумента для конструктора перемещения A Ну, смотрите Объект типа A создается на основе временного объекта То есть у меня сначала должен создаться временный объект, а потом переместиться в A Но согласитесь, это довольно странно, что я создаю временный объект, а потом его перемещаю То есть тут бы было гораздо более разумно сразу создать нужный элемент в переменной a. И ровно это и происходит, ровно этим занимается copy-elision. То есть copy-elision приводит к тому, что вот это лишнее копирование или лишнее перемещение просто-напросто не происходит. То есть вот этот временный объект создается сразу же в нужном месте программы. Понятно? Что еще подходит под определение copy-elision? Под определение copy-elision подходит следующее. Представьте себе, что у меня есть функция f, которая возвращает временный объект. Ну, казалось бы, что-то должно происходить. Так как у меня вызывается функция f, так как она создает временный объект, то я должен сначала создать этот самый временный объект. Этот временный объект должен каким-то образом очутиться вот тут, ну, не важно, с помощью копирования или перемещения. И дальше объект типа a должен создаться на основе вот этого самого временного объекта. Да? То есть у меня тут должен был вызвать, то есть тут компилятор должен вызвать дефолтный конструктор, дальше, ну, либо копирование, либо перемещение, и дальше тут перемещение. Да? Но при этом мы с вами понимаем, что гораздо разумнее было бы поступить так. Ну, смотрите, мы же с вами понимаем, что a создается на основе временного объекта из m. Поэтому было бы разумнее пропустить второй шаг и просто-напросто функция f сразу же вернуть объект с помощью копирования или перемещения в a. Это первая оптимизация. А вторая оптимизация заключается в следующем. Ну, смотрите, зачем мне брать вот этот вот временный объект и, ну, соответственно, создавать его где-то во временном месте в памяти. Если я могу взять вот этот вот объект и сразу же создать в нужном месте в памяти там, где находится a. Согласны? Поэтому тут, в этом контексте, тоже будет вызван только один дефолтный конструктор. И все, больше никаких конструкторов вызван не будет. Это тоже copy-ellision. То есть компилятор избавляется от лишних копирований и от лишних перемещений. Окей? И теперь, наконец, третий пример. Ага. Самый мозговоносящий. Смотрите, вот у меня есть объект a, точнее, у меня есть функция g, которая внутри себя создает объект типа a. Вот она создает a, дальше с ним как-то работает. там происходит, и в конце делает return a. Вот. И где-то в main я пишу следующий код. a равно g. Опять же, то тут вроде как должно происходить. Ну, смотрите, если я вызываю функцию g, да, то у меня должна, то у меня должна создаться объект типа a, потом я с ним как-то работаю, 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 и потом вот этот вот объект типа a, который я создал тут, должен вернуться. Да? Соответственно, тут первое, вызывается дефолтный конструктор, дальше этот объект типа a я должен вернуть вот вместо вызова функции g, каким-то образом, либо копированием, перемещением, а дальше вот этот вот объект a должен создаться на основе временного объекта, который вернулся из g, да, то есть третий. То есть у меня должно вызваться как минимум три конструктора. Да? Конструктор, который вызывается внутри g, конструктор, который переместит вот этот вот объект a вместо вызова g, и, соответственно, конструктор, который из этого объекта, который вернул g, создаст a. Вот. Но что сделает компилятор? Компилятор выполнит следующую оптимизацию, скорее всего. Скорее всего, компилятор выполнит следующую оптимизацию. Он просто-напросто скажет, а зачем мне городить вот эти вот лишние создания, ну, точнее, вот эти вот лишние создания 2 и 3, если я могу просто-напросто взять вот этот вот объект и в качестве вот этого объекта использовать вот этот объект. То есть что сделает компилятор? Смотрите, у меня вот эта переменная a находится в функции main, вот эта переменная a находится в функции g, но для оптимизации компилятор может сказать, а давайте я буду считать, что вот этот объект и вот этот объект это одно и то же. То есть на самом деле функция g внутри себя будет использовать вот эту вот область памяти в качестве там хранения результата. И вместо вот этого return a, функция g просто-напросто завершит работу, и вот в этом месте памяти уже будет храниться готовый объект. Понятно? Да. Ну, получается, это будет после вот всех выдуманных функций, или то, ну, на стеке границы компиляции. То есть, получается, там, крейс создается этот объект a, потом вызывает функция, ну, получается, стек это двигается, потом происходит что-то там, ну, он приоритически заполняется, потом стек выдуманных, да, двигается, но все, чтобы его пункт почистить. Или наоборот, он, функция вызывает, начинает создаваться, и он создает, например, получается, за тем местом, где будет, по сути, в конце сдвигнуть стеклый фрейм. Не, ну, тут как-то происходит. Тут скорее произойдет все так, что, ну, смотрите, у меня тут создает переменная a, то есть у меня как бы, ну, есть стек, то есть тут есть переменные x, y, там, z, t, и вот переменная a. Вот. Дальше вызывается функция g, создается стеклый фрейм для функции g. Но функция g, когда будет обращаться к вот этой переменной a, она будет обращаться не к своему стековому фрейму, а к вот этому. Ну, то есть так как функция g знает, что ее, ну, как бы, вот ее стек находится сразу же за стеком функции main, она знает смещение вот для этой переменной a. Ну, и поэтому функция g сразу же напрямую может обращаться к элементу a. То есть смотрите, какая странная ситуация возникает. Вот мы с вами до этого говорили о том, что... Давайте вот тут обозначу по-другому. Пусть тут x, а вот эта переменная называется y. Ну, смотрите, мы с вами говорили о том, что когда вызывается функция, вот у меня есть функция f, точнее вот функция main, в ней есть переменная y. и есть функция g, и в функции g есть переменная x. Вот раньше мы говорили, что когда вызывается функция, переменные, которые находятся в функции g, никак не влияют на переменные, которые находятся в других функциях, например, функции main. Но тут, конкретно в данной ситуации, компилятор понимает, что единственное назначение вот этой переменной в итоге оказаться в качестве значения вот этой переменной. И поэтому компилятор просто сделает следующее. Он скажет, что а зачем мне функция g создавать дополнительную переменную, если я могу воспользоваться, то есть если я могу создать переменную y, вот эту, и сразу же работать с ней. И когда завершится функция g, по завершении функции g у main уже будет готовая перемена y, которая уже хранит себе то самое значение, которое нужно. Понятно? То есть ресурсы на возврат значения из функции никакие не тратятся. Вот эти все оптимизации, которые избавляются от лишних перемещений и копирований, в общем, вот эта оптимизация называется copy-elision. Более того, copy-elision, давайте посмотрим на такой пример, copy-elision работает даже тогда, когда у вас, у класса отсутствуют напрочь конструкторы копирования и конструкторы перемещения. Смотрите, давайте приведу такие примеры. Вот у меня есть a, и я создам a на основе вызова функции f. И дальше, допустим, сделаю вызов функции g, вот a. Смотрите, у меня у класса напрочь отсутствуют конструкторы копирования и конструкторы копирования, конструкторы перемещения и перемещающие копирования и перемещающие присваивания. Вот. Но при этом, давайте, то есть снова, у меня отсутствует конструктор копирования, конструктор перемещения, перемещающие присваивания и перемещающие, и копирующие присваивания. Вот. Но при этом у меня получается, но при этом у меня есть возможность воспользоваться результатом вызова функции f и сохранить его в переменную a. То есть программа компилируется, и программа работает Даже несмотря на то, что, казалось бы, функция f из себя возвращает временный объект И этот временный объект как-то из функции f должен оказаться в переменной a Вопрос, как он там может оказаться? Ну, либо копированием, либо перемещением Копирование у нас запрещено, перемещение у нас запрещено Как он там оказывается? Непонятно Ну, собственно, ответ — оптимизация компилятора То есть компилятор избавляется от копирования перемещений И делает все возможное, чтобы объект в итоге оказался из одного места Переместился из одного места в другое место И то же самое в функции g Смотрите, функция g принимает a по значению u То есть я каким-то образом должен суметь передать в g аргумент типа a Но смотрите, у a у меня отсутствует и конструктор копирования, и конструктор перемещения Если у a у меня отсутствует и конструктор копирования, и перемещения Кажется, что я не могу передавать параметры a в функцию по значению Согласны? Потому что передать какой-то элемент по значению Он должен быть либо скопирован, либо перемещен Но в случае, если я работаю со временным объектом То есть я вызываю функцию g от временного объекта Тут что происходит? Ну, что должно происходить? То есть тут должен создаться временный объект А потом этот временный объект должен переместиться в качестве параметра аргумента функции g Но компилятор умный, и он понимает, что А зачем мне делать это лишнее перемещение? Если я могу взять вот этот временный объект И сразу же создать его в нужном месте Поэтому тут компилятор воспринимает эту строчку так Что нужно создать аргумент g С помощью конструктора по умолчанию И все, никаких перемещений, никаких копирований делать не нужно Понятно? Да Я могу сделать a от a от a от f, наверное, могу Да, вот То есть, казалось бы, тут должно произойти следующее Вызывается функция f На основе вызова функции f создается a На основе создания a создается другое a На основе этого создается a Бла-бла-бла-бла-бла И в итоге создается аргумент a Но компилятор умный, он понимает, зачем мне вот это вот все городить Если в итоге получается так, что результат вызова функции f Должен оказаться в аргументе функции g Все И давайте проверим, что все компилируется Все, все компилируется И даже несмотря на то, что у меня отсутствует и копирование, и перемещение Вот То есть, copy-elision говорит о следующем Если у вас есть временный объект И какая-то цепочка перемещения и копирования, которые приводят его в другой объект То вот эта цепочка происходить не будет Создание вот этого объекта Сразу же будет происходить в том месте, где он требуется Вот Так, вопрос? Да Смотрите, тут не все Ну, в смысле, если нет Если цепочка работает, то она будет работать с произвольной длиной Тут есть вопрос в том, когда это на самом деле работает Это тонкий момент, про это я проговорю Да Если на O0 Нет Тут не зависит от уровня оптимизации Я тоже могу поставить минус OG Вот для дебага В общем, все будет работать В общем, чтобы это отключить, нужно использовать другие флаги Да, вот сейчас возникли вопросы, когда это работает, когда это не работает Вот давайте перейдем к обсуждению этого Смотрите Вот с этим copy-elision довольно-таки интересная и долгая история Дело в том, что вот этот copy-elision появился в языке C++ не сразу Ну, точнее, он появился более-менее сразу Вот, но не в стандарте языка C++ Вот То есть, как бы создатели компиляторов практически сразу поняли, что, ну, когда происходит там создание временного объекта Потом его перемещение в другой временный объект, в другой, в другой, в другой Что-то происходит не так То есть, явно мы тратим какие-то лишние ресурсы на создание дополнительных временных объектов Вот И создатели компиляторов довольно-таки быстро внедрили вот эту оптимизацию copy-elision в свои компиляторы Вот Но проблема в том, что вот эти вот оптимизации, они не очень-то матчились со стандартами языка C++ Потому что стандарт языка C++ предписывает вот тут создавать временный объект и потом его перемещать в А Или тут создавать временный объект и перемещать его в А Или тут там создавать X, потом возвращать его сюда и так далее Да, то есть происходит несоответствие там языка программирования C++ Точнее стандарта И оптимизация компилятора Вот Ну, можно проверить следующим образом Давайте я скомпилирую C++11 А, вот C++11 уже не работает Так Давайте C++14 может Тоже не работает Так Так Давайте Попробуем вот так UserDeleterFunction Так Ладно, давайте вот так сделаем Если клангом Интересно Так Ну, в общем, история История в следующем В общем, видно, да, что Когда я переключаюсь на старые стандарты На старые стандарты C++ Все перестает работать Вопрос Почему? Дело в том, что В стандарте C++ Ну, до стандарта C++11 Вот этот вот copy-elision Вообще никак не присутствовал Вообще никак не присутствовал В тексте языка C++ То есть вообще говоря Строго говоря C++ ничего об этом не знал Вот Но в стандарте C++ В стандарте C++11 Да, в стандарте C++11 Copy-elision был включен в стандарт Но со следующей формулировкой Что компиляторы Могут Такое делать Но вообще говоря, не факт Вот То есть как бы Стандарт потихоньку Начал признавать Что, ну, вот Как бы такое возможно Но, как бы Может, может, да Может, нет Вот То есть там была То есть формулировка Называется Non-mandatory copy-elision То есть необязательный copy-elision То есть copy-elision Может происходить Но вообще говоря Программы не обязаны Его поддерживать Вот А начиная со стандарта C++17 Начиная со стандарта C++17 Copy-elision во многих ситуациях Стал обязательным В частности Copy-elision стал обязательным Вот в этой ситуации Когда вы создаете объект На основе чисто временного объекта И вот в этой ситуации Точнее, вот в этой ситуации Когда вы возвращаетесь Из функции Временный объект То есть когда вы в return Пишите тут временный объект Вот в этом случае Гарантируется Что вот этот временный объект Сразу же окажется В том месте Где он Ну, в итоге понадобится Вот Вот это теперь строго гарантирует С компилятором То есть вот это вот Будет происходить всегда Там, неважно Там, есть ли у вас Конструктор перемещения Или нет У вас конструктор перемещения Вот Чего происходить Скорее Чего происходить Не Ну, в общем Что компилятор вам Точнее, что стандарта C++17 Вам не гарантирует Так это то, что будет Происходить вот эта вот вещь Что внутри функции Будет создаваться объект Ровно такой же, как и здесь Вот эта оптимизация Называется RVO Ну, или Return Value Optimization А вот эта оптимизация Называется NRVO Named Return Value Optimization Вот В чем отличие RVO От NRVO Здесь возвращается Временный объект Безымянный Тут возвращается Безымянный Временный объект Поэтому просто Return Value Optimization Тут возвращается Именованный объект Который больше не понадобится Вот Поэтому Named Return Value Optimization Вот И в чем ключевое отличие RVO Гарантируется Начиная со стандарта C++17 NRVO Не гарантируется Даже в стандарте C++17 Но скорее всего Будет происходить Окей Вот Ну, еще один пункт На самом деле В старых стандартах C++ Вот эту вот историю С тем, чтобы Происходил Вот этот вот Copy Illusion Это можно было Это можно было Отключить С помощью специальной С помощью специального Флага компиляции F-Novelight Constructor В этом случае Copy Illusion Не происходит В этом случае Copy Illusion Может не происходить Вот Современный стандарте C++17 Начиная с C++17 Даже вот эта опция Не спасет вас От Copy Illusion В общем Работайте С оптимизированной Версией компилятора Ничего больше Предложить вам не могу Вот Есть ли вопросы? Да Может ли в теории быть ситуация Когда нам нужно Наоборот Отормозить программу И чтобы Сколько времени Работать? Ну Сознательно Затормаживать программу Не знаю Зачем Не знаю Зачем Это нужно Но Нет Смотрите Бывают ситуации Для чего это может быть Для чего это может быть нужно Ну Для чего это раньше Может быть Было нужно Вот смотрите Я допустим Написал вот такой код Вот И у меня есть Следующее понимание Да У меня есть понимание Того что Вот я хочу Чтобы это работало Ровно так Как описано В стандарте C++ Я хочу Чтобы тут Создавался объект Первый пункт Я хочу Чтобы тут Вот этот объект Перемещался сюда И наконец Я хочу Чтобы вызывался Деструктор Вот этого объекта То есть Допустим Я полагаюсь На то Что тут Обязательно Будет вызван Деструктор Для А Но Если происходит CopyEvision То Второй и третий пункт Просто-напросто Канут в небытие И тут просто-напросто Будет создание Одного объекта Вот Если я хочу Чтобы все работало Ровно так Как предписывает Стандарт То Я пишу этот флаг То есть Скорее всего Если вы пишете Этот флаг То вам нужно Просто-напросто Следование стандарта То есть Вам по какой-то причине Нужно То чтобы Вот тут Вызывался Деструктор Созданного объекта То есть Вы тут Действительно Полагаете на то Что тут Создается Временный объект Потом он Перемещается Потом он Вызывает Деструктор Вот Каких-то причин Зачем замедлить Программу Я не вижу Вот Особенно Посылать В контекст Да Вот Последний пункт Так Остались ли вопросы Окей Так Ну хорошо Я закрыл свой Гештальт Давно хотел про это Рассказать И наконец Рассказал Давайте Ну В целом Мы погрузиться В новую тему Не успеем Давайте Хотя бы Затронем Проблематику Поговорим Про Проблемы И начнем Их Подробно Обсуждать Уже На следующем Занятии Значит Мы начнем Говорить Про исключения Но если Говорить Более глобально Про обработку Ошибок В языке C++ Вот Ну Я надеюсь Наш курс Вот за эти Полтора семестра Уже Успел вас Приучить Что Программы Не всегда работают Вот То есть Даже если Программа Работает у вас Локально То она может Не работать Где-то еще Вот Или там Если программа Работает у вас То у кого-то другого Она может Не работать Причем причины Могут быть разные Начиная от Ошибки При программировании Заканчивая Ошибки В логике программы И так далее И так далее Вот И в общем Понятное дело Что в реальной практике В реальной разработке Тоже встречаются Скажем так Нештатные ситуации Ну что я имею ввиду Под нештатной ситуацией Ну например Вот Все время до этого Мы с вами программировали Мы с вами программировали В парадигме Что Всякий раз Когда мы выделяем память Памяти всегда хватает То есть Если в задаче сказано Что там Что вам на вход Подается массив Из миллиона элементов Если вы сделаете Там Нью миллион элементов То миллион элементов У вас обязательно найдется Вот При этом На самом деле Понятное дело Что на практике Это не всегда так То есть Если у вас программа Работает в какой-то Высоконагруженной среде Ну или программе Там допустим Программа там Заранее не знает Сколько памяти Нужно выделить Понятное дело Что в какой-то момент Может произойти такая история Что Нью вам скажет нет То есть Нью на самом деле Может отказать Как бы эта сторона не звучала. Вот. То есть new можно сказать, что нет, столько памяти нет, и вопрос в том, как с этим бороться. То есть вопрос в том, можно ли как-то узнать, что new завершилось неуспешно. Вопрос второй, если new завершилось неуспешно, можно ли как-то эту ситуацию обработать так, чтобы программа не завершалась, не крашилась. И, наконец, третий вопрос, а что делать, если действительно какая-то нештатная ситуация произошла. Вот. Как правильным образом завершить работу функцию, как правильным образом завершить работу программы. Вот. То есть, в целом история про это. Мы с вами понимаем, что в программе есть основная логика программы, которая работает в том случае, если программа работает, скажем так, в идеальном мире, когда ничего плохого не происходит. И, возможно, в нештатной ситуации, хотелось бы понимать, как об этих нештатных ситуациях сообщать, как об этих нештатных ситуациях узнавать и, собственно, как с этими нештатными ситуациями справляться. Про это мы поговорим на ближайших занятиях. Вот. Ну и давайте начнем отвечать на первый вопрос. Вот, представьте себе, что вы пишете какую-то функцию. Вот. Ну, допустим, простая функция, которая просто, наоборот, берет два числа и делит одно на другое. Вот. Самая простая функция, которую тут можно придумать. Вот. Что может плохого произойти при делении одного числа на другое? Понятное дело, что если у вас второе число представляет из себя ноль, то деление там любого числа, то деление целого числа на ноль приводит к неожиданным последствиям. Ну, в частности, в языке C++ это неопределенное поведение. Вот. Естественно, мы не хотим допускать в нашей программе неопределенного поведения. Вот. Мы хотим каким-то образом уметь сообщать пользователю, ну, пользователю имеется в виду тому, кто пользует нашей функцией, что погоди, брат, ты подал в функцию что-то не то. Вот. Тебе нужно как-то вот исправиться, подумать над своим поведением. Как вот этому самому пользователю сообщить о том, что он не прав, не закрывая его программу целиком? Вот. Возможны несколько вариантов. Вопрос, какие? Какие варианты вы можете предложить? Ну, вот представьте себе, что вам нужно писать функцию, которая делит одно число на другое, и в случае, если что-то пошло не так, ну, она должна как-то об этом корректно сообщить. Вопрос, как функция может сообщить корректно о том, что что-то пошло не так? Давайте какие-нибудь идеи. Как? Ну, SEO, смотрите, почему SEO плохо? Потому что, ну, вообще говоря, у пользователя может не быть доступа к консоли. Это во-первых. Во-вторых, ну, хорошо, вот, допустим, вот я запустил программу, там, сижу, пью чай, и вдруг вижу, там, у себя, там, деление на ноль. Что делать? Ну, я же хочу, чтобы сама программа как-то с этой ситуацией справлялась. Вот. Я не хочу, там, допустим, ой, я видел, там, сообщение, что там, что Y равен нулю, давай-ка я перезапущу программу и, там, как-то, как-то ее исправлю. Вот. Я хочу, чтобы программа сама могла сообщать, ну, короче, чтобы одна функция могла сообщать другой функции о том, что во мне что-то пошло не так, со мной что-то не так. Понятно? Так. Ну, все это отлично, но, на самом деле, самый простой способ — это ничего не делать. Вот. То есть, ну, на самом деле, простой и стандартный способ, как бы. Первый способ — это просто предполагать, что ничего плохого не произойдет. Вот. Если ничего плохого не происходит, то мы просто, например, перекладываем ответственность на все плохое на пользователя. Да, то мы просто, например, говорим, что вот если ты передал на вход в качестве Y равного, в качестве Y значения равного нулю, то ты сам виноват. В общем, мы ничего не гарантируем, мы ничего тебе об этом не скажем. Вот. Ну, естественно, это не самый хороший способ. Да. Почему? Потому что, ну, все-таки в нестатные ситуации не всегда могут зависеть от пользователя. Да. Ну, опять же, представьте себе, что мы пишем свой собственный вектор. Да. То есть, как бы мы говорим пользователю, что вот мы тебе предоставляем класс вектор, и, скажем, если ты выделяешь памяти для n байт, точнее, для n элементов, то мы тебе создадим вектор на n элементов. Вот. Ну, при этом у вектора в какой-то момент, не знаю, там, может, там, короче, просто-напросто может не выделиться память и так далее. Понятное дело, что это все не обязательно зависит от пользователя. Да. То есть, мы пользователю все-таки хотим как-то уметь сообщать о том, что, ну, что-то пошло не так, возможно, не по твоей причине. Вот. Ну, то есть, мы хотим дать понять пользователю, что то, что он хочет сделать, выполнить не получится. Вот. Поэтому второй способ, как вы правильно сказали, можно вернуть специальное значение. Вот. Давайте поступим так. Если у нас x разделился на y, то мы вернем результат деления x на y. Если x на y не разделился, то давайте вернем какое-то специальное заранее выбранное значение. Вот. В чем проблема? Да. Вопрос. Что должно являться специальным значением в случае деления x на y? Ну, хорошо. Допустим, в качестве деления x на y я выбрал специальное значение минус единица. Вопрос. Как понять, вот эта минус единица получена в результате вычисления x, деленное на y, или в результате вот этой самой ошибки? Непонятно. То есть, любое значение, на самом деле, корректный результат деления x на y. Согласны? То есть, специальное значение хорошо, то есть, если у меня есть какое-то специальное выделенное значение, то я могу просто взять и проверить, верно ли, что функция вернула это самое специальное значение. Если да, то пункты завершились неуспешно. Если нет, то пункты завершились успешно. Но проблема в том, что не всегда это специальное значение можно выбрать. Какие еще варианты возможны? Что еще можете предложить? Что? Для intов нет бесконечности, к сожалению. Нет, хорошо. Если я передаю int и в intах делю int на int. Вот. То есть если у меня функция, ну, функция у меня тут шаблонная, но в качестве параметра шаблона я передаю int. Что делать? Непонятно. То есть понятное дело, что если мы делим там float на float или double на double, то там есть специальное значение, там типа none, int и так далее. Вот. Если такого значения нет, то делать? Вот мы их делим int на int. Какого-то отдельного выделенного значения, которое бы говорил нам о том, что результат не корректен, нет. Ну, смотрите, а если я возьму... Если я возьму max-1 и разделю на 1. Ну, мне кажется... Вы так пишете программу в контест? Вероятность того, что будет VA, очень маленькая. Да. Может быть, будет статический флаг, который будем отменять, но мы ее каждый раз проверять, что его кодица. Да, вот. Значит, идея, которую вы описали, звучит так. Действительно, давайте воспользуемся какой-нибудь специальной отдельной переменной. Ну, значит, в языке AC есть специальная переменная rno, в которую, в общем, если вы вызываете функцию, то вот в эту переменную rno записывается результат кода ошибки последней вызванной функции. То есть если rno равно 0, значит последняя функция завершилась успешно. Если rno не равно 0, значит последняя функция завершилась неуспешно. Вот. То есть давайте заведем какую-нибудь глобальную переменную, вот, rno, в которой будем хранить код ошибки. Вот. Если код ошибки равен, не равен 0, значит функция завершилась неуспешно. Если код ошибки равен 0, то функция завершилась успешно. В чем проблема? Проблем куча. И все они связаны с использованием глобальных переменных. Да? Там, начиная от того, что, как бы, мы... Ну, что, типа, эту глобальную переменную нужно всегда проверять. Эта глобальная переменная, она должна... Она засоряет нашу область видимости, заканчивая тем, что, если вдруг мы пишем многопоточные программы, то есть программы, которые работают параллельно, да, то функция может созываться в одном потоке, во втором потоке, в третьем потоке, и непонятно, какой из потоков записал в эту самую переменную, да. Непонятно, какая... Непонятно, какая из функций, какой из вызовов функции, на самом деле, привел к ошибочному результату. Окей? Вот. Вот. Ну, еще, на самом деле, есть еще один способ, который, ну, был де-факто, точнее, ну, был и есть де-факто основным в языке C, это просто-напросто использовать возвращаемое значение функций не по назначению. Вот. Давайте скажем следующее. Давайте скажем, что у меня функция возвращает не результат, а у меня функция возвращает код ошибки. Окей? Вот. То есть возвращаемое значение функции хранит не результат деления x на y, а возвращаемое значение функции хранит код ошибки, да. То есть если 0, то нет ошибки, если там единица, двойка и любое ненулевое значение, значит ошибка есть. Вот. А сам результат, вызывая этой функции, буду сохранять в отдельную переменную, которую я передаю третьим параметром. Ну, в данном случае я передаю третьим параметром аргумент по указателю, но могу третий параметр передавать по ссылке, да. И тогда результат, вызывая этой функции, могу сохранять вот эту самую переменную по ссылке или по указателю. Согласны? Вот. Ну, в чем проблема? Ну, проблема в том, что если вы хотите вызвать функцию divide и при этом никуда не сохранить результат, то вам придется создать лишнюю переменную для того, чтобы все-таки этот результат сохранить. И при этом никак не использовать. Это первое. Второе. Ну, нарушается, скажем так, привычное понимание, наше с вами понимание работы функции. Но все-таки, когда мы с вами говорим про функцию, да, там, не знаю, в математическом смысле или в смысле программирования, мы все-таки предполагаем, что функция возвращает результат, да. Ну, сказать, было бы странно, если бы математиками такие, так, давайте изучим тангенс. Вот. Тангенс от x возвращает единичку или ноль. Если тангенс можно вычесть, он вернет единичку. Если тангенс равен, если нельзя вычесть, то он, точнее, наоборот, если тангенс можно вычесть, то он вернет ноль. Если тангенс нельзя вычесть, то он вернет единицу. А результат вычисления тангенса будем хранить в перемену y. Вот. Не очень удобно. Вот. Здесь ровно то же самое Все-таки мы с вами привыкли, что если пункция что-то возвращает То этот результат мы хотим использовать В качестве каких-то составных выражения И так далее В общем, все варианты Одновременно и хороши, и плохи Ну, собственно, как я уже сказал В языке C чаще всего используется подход С возвратом кода ошибки И поэтому любой код на языке C выглядит примерно так Вызываем функцию G, проверяем код ошибки Вызываем функцию H, проверяем код ошибки И так далее Вот Собственно, куча недостатков То есть, во-первых, мы теряем интуитивность Во-вторых, у нас код состоит из кучи проверок То есть, завершилась ли функция успешно Завершилась ли функция успешно и так далее А все-таки хочется читать код Ну, как бы, согласитесь, что хотелось бы просто читать код Да, просто там читать Вызов функции F, V, G и так далее А уже всякие ошибочные ситуации Мы хотели, чтобы они существовали где-то вот в отдельности Ну, в отдельной стране от кода Да, вот Но все-таки, когда мы с вами пишем код Ну, как вот сказал молодой человек Мы все-таки предполагаем, что вероятность ошибки, она крайне мала Вот А зачем, если у нас вероятность ошибки крайне мала Зачем нам городить код, который состоит из кучи проверок Вот Ну и, собственно, в C++ в качестве стандартного способа Используется Бросание отключений Значит, ну, к сожалению, лекция закончилась В следующий раз как раз таки подробно поговорим про то Как устроена обработка ошибок в C++ и так далее Значит, кратко скажу, что Чтобы в C++ сообщить о наличии ошибки Мы используем специальный оператор Который называется оператор throw Вот Если кратко, то Когда у нас работает функция Чтобы сказать о том, что функция завершилась успешно Мы используем оператор return И оператор return возвращает нужное значение Ну, которое вычислилось в результате вызова функции Вот А оператор throw Это такой, можно сказать, специальный оператор Который используется тогда Который используется в тех ситуациях Когда мне нужно сообщить, что функция завершилась неуспешно В общем, из функции я могу выйти двумя способами Первый способ это стандартный, то есть с помощью return Второй способ нестандартный, с помощью throw Вот Ну, подробнее поговорим на следующей неделе в следующий раз На сегодня все Всем спасибо